Я, пожалуй, спрошу иначе. С тобой тогда всё было в порядке? Твою мать, как ты узнал? Он сдал меня? Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в индюшатину под названием Beat Cop. Вы думали, я забыл про неё? Нет, не забыл ни в коем случае. Слишком крутая игра. Погнали! День 17. Беспокойная отставка. Как всегда, опаздываете. Босс, мы сидим тут уже 15 минут. Тебя кто-то спрашивал, Макна? Так я и думал. Переходим к штрафам. Вижу, вы наконец-то научились выписывать штрафы. Хорошо. Сегодня у меня кое-что особенное. Шины и пары. Знаю, вы такое любите. По 4 штрафа с каждого. Бле-е-е-е. Какие-то проблемы, Макна? Нет, босс. Просто вспоминал прошлую ночь. Думай о работе. Да, сэр? Кель, у меня для тебя новости. Да. Должно быть что-то важное, если они разбудили меня посреди ночи, а не тебя. Мой телефон сломался. Так почини его, не хочу, чтобы это повторилось. Сделаю, босс. Так что за новости? Ах, да, новости. Я так разозлился, что забыл про них. Звонил еблонски. Говорил что-то про какого-то Терренса. Перезвони ему, он все объяснит. Но не раньше 11. Так, это надо записать, а то еще забудут. Так, 11. А, и не позднее двух. Так, двух. Вроде записал. Спасибо, босс. Это правда очень важно. Помимо этого, на твоем участке скрывается беглый заключенный. Смотри в оба. Может поймаешь его? И еще кое-что, Келли. К концу дня тебе нужно оплатить 600 баксов алиментов. Налоговая просто тебя... Ну, в общем, про тебя уже... Че, Налоговая про тебя уже справлял? Че, я знаю, я помню. Че-то я не понял, что он сказал. Ладно, хватит страдать херней. Я хочу, чтобы вечером все сюда вернулись. Ясно? Вполне себе ясно. Начнем с толстячка, как обычно. Из местной из тюрьмы сбежал заключенный. Проследи за итальяшками. Возможно, они его укрывают. Мы еще что-нибудь знаем. Сейчас нет, но мафиози это все, что нам известно. Так что, макароники будут его претать, это точно. Так, ясно. Эй, Краус, мне нужна помощь. Кто бы сомневался, как лучше всего извиниться перед женщиной? За что? Мой адвокат сказал, не говорите об этом. А кто она? Сколько ей лет? Ладно, забудь. Вы гордитесь своими членами? Да, я гордился. Я гордился. Это вопрос с подвохом? Я просто задумался об специалистках. В смысле? Зачем они это делают? Ну, раздеваются. Ради внимания? Чувствую комфорта или юмора, он сказал, не помню. Чего на меня здесь так смотрит? Кто-нибудь видел мою смазку для ствола? Макнап, это отвратительно. Так ты видел ее или нет? Признаюсь, я ее забрал. У меня были мозоли. И ладно, оставь ее себе. Кортес! Да, сэр. Тебе нравится твоя работа? Да, сэр. Тебе нравится анальный секс? Уточните, сэр. Это простой вопрос. Да или нет? Нет, сэр. Значит, тебе приходится закупоривать подушку. Да? А, закусывать подушку. Закупоривать или закусывать? Отлично. Похоже, что так, сэр. Выходит, ты больше шлюха, чем коп. Да? Да, сэр. А значит, твой сатенер, верно? Да, сэр. Так почему бы тебе не вытащить свою жопу на улицу и не принести мне денег? А, ну это было вообще шикарное. Шикарная шутка в исполнении нашего шефа. Тем временем, я предлагаю начинать. Ладно, Келлер, разбирайся с этими штрафами. А мы поедем пожрем. Знаешь, что делать? Ну, короче, я знаю, что делать. Ну, до первой какой-то такой интересной информации, ребятки. Я пока штрафы тут повыписываю. Вызов от Адамски опять. Что на этот раз? 10-10. Происходит что-то подозрительное. Ага, Адамски, все кажется подозрительным. Заканчивай ныть, дуй на вызов. Мне надоело слушать его жалобы. Это приказ. Понял. Да вот фишка в том, что я не помню, блин, где Адамски находится. Ответь на его... А, блин, вот же он. Доброе утро, офицер Келли. Доброе утро. Этот человек что-то украл? Вовсе нет, это мой дедуля. Зовут Леви. Да ладно, похож на агента в штатском. А в чем проблема? Да есть разговор довольно деликатный. Слушаю. Не знаю, в курсе ли вы, но моя семья погибла в концлагере. Первый раз слышу. Недавно появились новые подробности. Мне удалось узнать название лагеря. Именно блок... Блок фюреров. А я тут при чем? Дайте закончить. В списке есть некий Крэн. К сожалению, я не знаю полного имени. Мать вашу, вы думаете, что это аптекарь? Ха, кстати, вполне может. Мы не знаем наверняка, иначе бы этого разговора и не было. Нужно, чтобы вы разнюхали. Допустим, я соглашусь. Кто тогда? Настанет наше время быть полицией. Наша, это чье? Вы когда-нибудь слышали о списке Визенталя? Это все, что я могу сказать. Это секретная информация. Так, все-таки агент. Ну, мы можем на вас рассчитывать, офицер. Разумеется, это моя работа. Превосходно. Может быть, можете быть уверены. В долгу мы не останемся. Где встретимся? Не волнуйтесь, мы вас найдем. Поступило сообщение о нарушении порядка в западном конце улицы. Дом 605. Говорит Келли. Уже в пути. Так, ну и где? Полиция. Выключаем музыку. Почему? Потому что ты нарушаешь общественный порядок, сынок. И твои вопли слышны аж в квинксе. В чем дело, офицер? Вы какой-то напряженный. Дайте вам кое-что расслабиться. Ну, я пригласил ареста. Хочешь подметать улицы в следующую пару недель? Я могу тебе это устроить. Ладно, ладно, сейчас сделаем потише. Надо же как-то зарабатывать себе на жизнь. Можешь сидеть здесь, но делай это тихо. Ладно, мы уходим. Дело сделано. Здравствуй, Келли. У нас для тебя небольшая работенка. В Петре сидит наш друг, только что вышел из тюрьмы. Но немного раньше срока улавливаешь. За ним гоняются твои дружки. Помоги спрятать его так, чтобы сегодня его никто не нашел. Блин, а что там с мафией-то? По-моему, там жестко отказаться, короче. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Очень жаль. А теперь иди с дороги. Или отправишься в участок. Полегче с угрозами кель. Оставить в покое. Зачем его арестовывать-то? Этого разговора не было. Я зайду, если чего узнаю. Не стоит привлекать внимания. Блин, а как же? А, ну вот звон же он. Давно здесь старик? Само утро. А тебе-то что? Знаешь, какая из этих машин крэнка? Что-то у меня с памятью. Пяти баксов хватит, чтобы ее освежить. А что-то я припоминаю, начинаю. Как насчет еще пятерочки? Так, вспомнил. А тебе зачем? Не могу сказать. Может, пять баксов тебя убедят? Не, я правда не могу. Как насчет еще пятерки? Мы подозреваем крэнка в преступлении. Мистер Крэнки? Да, он ни за что, в общем. Теперь говори, где его машина. Вот тот боксер мини с синей крышей. Ага, спасибо. Ага, вот тут что-то есть. Так, 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 так. Да ладно. Здесь ни хрена нет. Вообще-то там есть. А когда можно опять-то обыскать? Так, поймем, тогда перекусим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично, есть. Бинго! А что это такое? А что это такое? Кассета. Интересно, что Крэнк на нее записал. Где бы мы могли ее посмотреть? Ну, я думаю, у русского. Где у него кассеты, ну, кассеты, которые продают. Это Еблонский. Слышал, ты для меня что-то там раскопал? Насчет Терренса. Ага, я его ищу. Становись в очередь. Сейчас не время умничать. У тебя для меня что-нибудь есть или нет? Разве я не обещал тебя выручить? Обещал. А я всегда держу слово. Иди поговори с Риком. Скажи, тебе прислал какой-то там Велос. Он скажет, что делать дальше. Спасибо, дружище. У меня есть одна пленка, можно ли посмотреть? Давайте взглянем, офицер. Что это тут у нас? Записями шестого года, но качество очень плохое. Похоже, это обычное отпускное видео. Волны, пальмы, пляж, ебля. Что-то еще за ебля. Сами посмотрите. Ох ты, срань. Да это же норма из кафе. Ага, а с ней наш старый добрый аптекарь Кран. Старый, но крепкий. Ха-ха-ха. Минуточку. Это он что, искусственное дыхание делает? По мне так больше похоже на поз 69. Нет, присмотрись. Охренеть, вы правы. Почему он так этого стыдится? В этом еще все... Вот другая запись. А, это еще не все, другая запись. Ммм. На этом немного старше. Какой-то ужин, люди в форме. Это точно тропики. В общем, что-то там размыто. Ни хрена не видно. Сможешь восстановить запись, это важно. Пожалуй, да, завтра все будет готово. Отлично, заскочу с утра первым делом. Норма была в этом фильме. Возможно, она знает что-то о Крэнке. Так, а Норма, это, по-моему, продавщица вот пончику, да? Порция пончиков, как обычно, хорошая пуча. Бля-бля-бля-бля-бля. Нет, отказаться. Так, значит, Норма, она из Мунволка. Надо зайти еще в кафе у Рика. Доброе утро, странник. Как насчет чашки кофе? Я пришел задать пару вопросов о Германе Крэнке и увлекательном отпуске. С ним все в порядке? Я, пожалуй, спрошу иначе. С тобой тогда все было в порядке? Твою мать, как ты узнал? Он сдал меня? Уже не важно. Возможно, у вас была или все еще есть интрига или что-то такое. А еще он спас тебе жизнь. Все равно не пойму, вам-то что с того? Вы были близки и, возможно, он рассказывал тебе о своем прошлом. Скажем, о том, что было во время войны. Офицер, я понятия не имею, на что вы намекаете. Скажу раз и навсегда. Вам нигде и никогда не найти человека более благородного, чем Герман Крэнк. На протяжении многих лет он помогал тем, кто тут живет. Занимался благотворительностью и потратил все свои сбережения в Европе на местную школу. Мне продолжать? Это все очень великодушно, но никаких но. Меня ждут клиенты. И какие бы ошибки он ни совершил, он за них сполна расплатился. Ясно, ясно. Я об этом подумаю. Доброе утро, Келли. Здорово, у меня странное послание. Слушаю. Ой, блядь, а. По-моему, Валес. Велес. Меня прислал Велес. Ясно. У меня есть кое-что, что нужно русским. И я думаю, они в долгу не останутся. Так, посмотрим. Доброе утро, господа. Good morning. У меня для тебя кое-что есть. Какая-то посылка. Посмотрим. Ах, да. Это же для нас. Я получу что-то взамен. Искреннюю дружескую благодарность. Это немного не то, на что я рассчитывал. Я еще одного человека. Все его ищут. Но только ты достал то, что нам нужно. И мы отплатим тебе цифрами. Сергей обожает математику. Номер здания связан с числами 23 и 27. Так, 23 надо записать. И 27. Номер квартиры это простое число. Из адресов на нашей улице. Так. А попроще никак нельзя. Между 601 и 633. 601 и 633. Проще уже некуда. Ты же детектив. Разберешься. Дай мотивацию у тебя хорошие. Сукины дети, блядь. Главное не забудь. Пароль ВОСТОК. Запишу. ВОСТОК. Да я бы вашу мать. Рады были помочь. Так, вам удалось нарыть что-нибудь на кранка. Я работаю над этим. Нашел кассету в его машине. Завтра посмотрю, что на ней. Хорошо. Буду ждать новостей. Так, 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 так. 123 дом. Это вот здесь. Погнали трезвонить по квартирам. Что за пароль? Я че-то не понял, блядь. Честно, не понял. Пароль ВОСТОК же был. Сыграешь в партейку? Угу. Я каким-то попал на картежную игру АТО. Стань 20 баксов. Согласен. Раздаю. Блин, я не умею играть. Так, 5-2. Блин, а я не шариваю. Я проиграл. Еще разок. Нет, чуваки. Нет, спасибо. Пора домой. Смена закончена. К сожалению, мы так не выяснили, что там за секретное послание было нам. Где этот дом между 601 и 133, в котором есть 23-27. Как-то так, короче. Надо с бандой что-то порешать, чтобы меня точно не убили. В общем, вот такой был наш 17-й день. Да, итог 17-го дня. Могло бы быть и лучше, конечно. Ну что ж, не каждый раз же выстреливают прям на всю полную сотку. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Я всегда их читаю. Ну а если вы здесь первый раз и вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И не только по биткопу. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Пока.